Друзья, вы спрашивали, как добыть алмазов, не донатя на шахты Китая. В группе Mobile Legends Game Moba проходят регулярные розыгрыши алмазов за репосты, за подписку, за видео и многое другое. Кроме того, в постах смешные видео, арты, комиксы, косплеи. И прямо сейчас проходит алмазный конкурс, ссылка в описании. Мур, привет друг, это Зверько, и сейчас я познакомлю тебя с новым танкомагом Эсмеральдой. Эсмеральда, по лору, это прямой противник Хуфры, хотя, казалось бы, должна быть противником какого-то Горбуна. Посмотрим на навыки. Почему я всегда рассказываю, как работают навыки по факту? Потому что видео смотрят также и новички, не гунди. Пассивка. Эсмеральда бьет двойной атакой, физическим и магическим уроном. Магический урон конвертируется противнику во внешний щит, как от щита Афины. Держится он на противнике 5 секунд, а это немало в общем замесе. Я вам о фактах подробнее расскажу про механику такого щита. Так вот, сама Эсмеральда бьет сквозь подобные щиты. Более того, щита Афины и щита доп. навыка Эсмеральда поглощает, конвертируя в свое здоровье. Примерно 50% хп от объема щита. Так вот, сама Эсмеральда бьет сквозь подобные щиты. А наложенные на себя поглощает, конвертируя в свое здоровье. Примерно 50% хп от объема щита. Также поглощает щиты Афины и щита дополнительного навыка. Простым языком, если ты не понял, ударами и навыками мы бьем сквозь щиты, навешивая щиты на врага. Притом, щит будет размером 150% от урона, то есть в полтора раза больше, чем мы нанесли. Нам-то пофиг, мы бьем сквозь эти щиты, а вот союзникам может быть неприятно. Первый навык и самый важный. Форстморн жаждет щитов. Офигенный навык. Он вытягивает из ближайших противников их внешние щиты и отдает их Эсмеральде. Больше врагов, больше щитов. Сам первый навык ускоряет Эсмеральду, а также генерирует на нее щит, который конвертируется также в хп, что позволяет забить на забеге к базе за здоровьем. В бою главное успеть его врубить. Он вытягивает щиты из противника постепенно, так что скопом могут вас убить или законтролив. Максим навык в первую очередь для живучести. Второй навык. А вот навык фаст урона. Эсмеральда размахивает вокруг себя придатками, то есть своими живыми ленточками. Наносит небольшой урон, а главное сокращает кд первого навыка на одну секунду. Хочу отметить, что кд навыка на шестом левеле 3,5 секунды, а это очень здорово. Кроме того, Эсмеральда применяя навык может передвигаться. Ульта. Эсмеральда заряжает силу для прыжка подобно Гатоту. И сначала поражает противника, потом прыгает сама. Чего пока нет в описании. Так того, что теперь она уроном накладывает обездвиживание примерно на полторы секунды. Что классно, но полноценного танка из нее не делает. Итак, что из навыков видно. Хороший магический урон. Необычная механика нанесения подобного урона. Мало контроля. Ульта как эскейп работает посредственно. Лучше использовать чисто как инициацию. На мой взгляд, Эсмеральда это не танк, а инициатор саппорт по уничтожению щитов. Анти Джонсон прям. На записи видно, как поглощаются его щиты и щиты от навыка врагов. Как ей играть? Покажу свой вариант. Берем дополнительный навык очищения. Потому что мы живем под щитами и надо успевать их навешивать. А собираться будем в гибрида. Так и играть интереснее. Эмблемы берем мага. Или любые, которые вам понравятся. Сборка. Вот тут становится очень интересно. Потому что можно собирать на свой вкус и цвет. Помните, что Эсмеральда в основном живет под щитами, которые ее лечат. А значит, древняя кераса не работает. Шлем небесного стража не нужен. А отконцентрировая энергии, можно отказаться. Щит Афины будет поглощаться, как и щит от навыка. Ну, если, конечно, у вас неполное здоровье. Я пока покажу сборку, которая у меня сейчас на ней. Обувь демона. Чтобы не обращать внимания на расход маны. Жезл молнии. Больше магического урона и меньше кд. Оракул. Одновременно увеличивает наш щит, а от этого увеличивается объем исцеления. Мимолетное время. Мне очень понравилось. В массовом файте позволяет ультануть дважды и почти без кд находиться под щитом. Жезл снежной королевы. Чтобы быстро не убегали. Абсолютно вариативный предмет. Священный кристалл для увеличения урона. Священный кристалл для увеличения урона. Тактика. По этой сборке сходу танковать не получится. Надо в идеале внести урон, а потом поглощая щиты, вносить разруху. Поэтому, если уверен, что контроль не прилетит, влетаешь ультой, жмешь первый навык, а потом по кд второй навык и кошмаришь с руки. Еще одна особенность эсмеральды. Ощутимое расстояние ближней атаки. Это позволяет и атаковать несколько противников вблизи. Ульта имеет задержку. Поэтому прыгать надо на ход ноги. Либо в массовый замес с уже включенным первым навыком. Чтобы зарядить окружающим обездвиживанием. И тут же снять с них броню. А союзники, если не раки, знают что делать. Против автоатакеров, под отхилом, соло сражаться не советую. Эсмеральда не Белерик. И кд навыков сыграет не в твою пользу. Главное правило эсмеральды. Чтобы не мешать своим союзникам собственным же уроном. Ты в сражении должен снимать с врагов щиты. А не заниматься одним уроном. Вообще, ее можно собрать и в танка, и в мага, и в саппорта на вроде кае. При пике в рейтинг, помни. Эсмеральда имеет мало контроля для использования ее как основного танка. А на этом все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и делись моим видео с друзьями. Ставь лапку и удачных боев, друг! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!